Министерство транспорта Эфиопии объявило, что крушение самолёта эфиопских авиалиний, в результате которого погибло 157 человек, имеет явное сходство с катастрофой самолёта Ла-Эн-Эр в Индонезии в октябре прошлого года. Этот вывод сделали после предварительного изучения чёрных ящиков, найденных на месте недавнего крушения, которое произошло 10 марта. Команда экспертов пытается понять, почему самолёт Boeing 737 MAX 8 упал на землю через несколько минут после взлёта из Адис-Абебы. Авария в октябре на самолёте того же типа произошла тоже вскоре после взлёта. В обоих случаях пилоты сообщили о проблемах в системе управления. «Уже появились свидетельства того, что сходство есть. На каждой стадии расследования будут появляться новые детали. Но уже появились свидетельства, что есть явные сходства. Особенно, что касается времени, которое они провели в воздухе после взлёта». Аварии привели к тому, что десятки стран по всему миру временно приостановили полёты лайнеров MAX 8. В результате компания Boeing потеряла миллиарды долларов своей рыночной капитализации. «Как мы все знаем, эта катастрофа была опустошающей для всех. С этим справиться непросто. Думаю, на то, чтобы это осознать, нужно время». При этом пока не ясно, сколько параметров полёта эксперты успели проанализировать. Их в чёрных ящиках фиксируется около 1800. Аналитики говорят, что будущее компании теперь зависит от результатов расследования. Отключение электроэнергии в ЮАР уже нанесли большой урон местным предприятиям и торговым компаниям. При этом в национальном операторе энергосетей ЭСКОМ говорят, что перебой из подачи электричества продолжится. Эта автозаправочная станция пока работает благодаря автономному электрогенератору. «Если так будет продолжаться, мы сильно пострадаем. Хорошо, что у нас есть генератор, и мы можем работать во время отключения электричества. Но эти расходы не заложены в бюджет». У ресторанов положение хуже. Напитки не охладить, продукты портятся, мясо выбрасывают десятками килограммов. «Мы купили генератор, но он мало помогает. Вот этот товар мы должны использовать. Неизвестно, когда этот беспорядок закончится. Из-за проблем с электричеством я теряю много денег и много клиентов». Многие мелкие и средние бизнесмены были вынуждены закрыть магазины и другие предприятия. Эта ремонтная мастерская держится из последних сил. «Мы закроемся, если не будет электричества. Нам придётся закрыться. Если мы ничего не зарабатываем, как мы сможем остаться? Закроемся навсегда и всё». Эском – главный поставщик электроэнергии в ЮАР. Компания находится на грани краха. Её долг превышает 30 миллиардов долларов США. Оператору не на что закупить новое оборудование, чтобы заменить старое. Каждый раз, когда необходим ремонт, компания проводит веерное отключение электричества. Это позволяет не перегружать сеть, чтобы она полностью не вышла из строя. Президент ЮАР пообещал в течение трёх лет выделить Эском 5 миллиардов долларов. Он также намерен раздробить компанию на три подразделения. Однако эксперты говорят, что это не решит серьёзных проблем оператора энергосетей. Более тысячи человек могли стать жертвами тропического циклона Идай в Мозамбике. Об этом сообщил президент страны. Скорость ветра превышала 200 километров в час. Циклон ударил по портовому городу Бейра ещё 14 марта. Однако из-за плохой коммуникации масштабы последствий проявляются лишь теперь. Позже ливни двинулись вглубь континента на Зимбабве и Малаве. Для Мозамбика, бедной восточно-африканской страны с 30-миллионным населением, Идай, похоже, стал самым смертоносным штормом за несколько поколений. По масштабам разрушений он превзошёл даже циклон Элин, на счету которого в 2000 году было 350 погибших в Бейре. Затопило целые деревни в воде плавают трупы. По данным Красного Креста, в Бейре повреждено либо разрушено около 90% городской инфраструктуры. Нет света – закрытый аэропорт. По дорогам, ведущим в другие регионы страны, не проехать. «Я спала и проснулась от того, что меня как будто укачивает. Моя нога была в воде. Я разбудила маму. Мы взяли продукты и стали искать безопасное место. Мы смогли спасти немного еды, но я потеряла свои школьные учебники и одежду, потому что всё это было в воде». В деревне недалеко от Бейра здание местной школы используют как временное убежище. Здесь собралось около 300 человек. «Здесь у нас нет еды. Это проблема. Ничего нет. Вчера вечером мы ничего не ели. В прошлые года тоже были штормы, но не такие, как в этом. Этот был самым плохим. Смыл дома, одежду, вымочил всё продовольствие и оставил нас ни с чем». «Я в жизни не видела такого шторма, как этот». В спасательных операциях участвуют организации ООН и Красный Крест. Задействованы вертолёты. Пострадавшим доставляют продукты питания и медикаменты. Нидерландская полиция арестовала гражданина Турции, которого подозревают в том, что он открыл стрельбу в трамвае в городе Утрихт. В результате три человека погибло и пять были ранены. Правоохранители сообщили, что 37-летнего гекмина Таниса арестовали после многочасовой облавы. Ранее он не несколько раз уже попадал в руки правоохранителей в связи с другими инцидентами. «Я только что услышал от моих коллег, что подозреваемый, которого искали, был арестован. Больше информации нет». Стрельба произошла вскоре после утреннего часа пик. Изначально власти предположили, что это был теракт. Многие улицы были оцеплены, полиция провела несколько рейдов, а также представила фото Таниса, призвав людей к нему не приближаться. «Первые свидетельства, заявления и следы, которые мы обнаружили, говорят о террористическом мотиве. Конечно, другие мотивы мы не можем исключить». Почему мужчина открыл стрельбу, до сих пор неясно. В прокуратуре отмечают, что причиной может быть бытовая ссора. Нидерландские СМИ со ссылкой на семью Таниса сообщают, что изначально мужчина выстрелил в одну из своих родственниц, а потом начал стрелять по тем, кто пытался ей помочь. Вот такие гигантские ледяные башни помогают индийцам в Кашмире пережить засуху. А это особенное вдвойне. Житель высокогорной деревни Гья превратил её в ледяное кафе, первое в Индии. Находится оно на высоте 4000 метров над уровнем моря. «Люди этого хотели, поэтому у нас возникла идея прорубить внутри тоннель. Так почему бы не поставить там три стула и не открыть ледяное кафе, чтобы люди получили немного хороших впечатлений». Посидеть в ледяном кафе приходят местные жители и приезжают туристы. «Мне очень понравилось. Впервые в жизни я сижу в ледяном кафе пью чай и ем лапшу. Вообще-то ледяная ступа помогает разрешить кризис с водой. А сейчас она ещё и продвигает зимний туризм». Эти ледяные башни – рукотворные. Индийцы называют их ступами, по аналогии с буддийскими архитектурными сооружениями для хранения реликвий. Чтобы создать такую ступу, от высокогорных ледников проводят трубы. По ним талая вода стекает в определённое место. Постепенно замерзая, она образует вот такую ледяную башню. Уже в апреле ледяное кафе начнёт таять и орошать своими водами деревенский сад. Эти заснеженные сопки входят в Авачинско-Корягскую группу вулканов. Они – лишь малая часть вулканов Камчатки, которые занимают почти 40 процентов полуострова. Большинство древних гигантов спят, но 30 из них активные. «Самый знаменитый вулкан называется Ключевская сопка. Это самый высокий вулкан в Евразии. Есть и другие вулканы, очень интересные и необычные. Например, вулкан «Малый семячик». Внутри вулкана находится кислотное озеро. И оно не замерзает. Оно имеет очень красивый бирюзовый, иногда лазурный цвет». Некоторые действующие вулканы напоминают о себе часто. Шевелуч извергался в начале года. «Во время извержения на поверхность выходила не только паровой столб, но также выходила лава». Известна Камчатка и термальными источниками. Вот эти находятся недалеко от вулканов «Хадутка» и «Приёмыш». Добраться до ходуткинских источников можно только на вертолёте. «Я первый раз на Камчатке. Для меня эта вода – это сюрприз. Потому что я не ожидала, что настолько это тепло, настолько это приятно. Я очень боялась. Все смотрели на все. Вышло, холодно. А когда я уже в воде – прекрасно. Не хочется даже выйти отсюда». В 2017 году в Петропавловске-Камчатском открылся первый в России музей вулканов. В нём созданы действующие модели лавовых потоков и представлены образцы горных пород. Здесь можно узнать о разных вулканах мира и о ценах ископаемых, которые они хранят внутри. «Вот, скажем, рений – редкий элемент, очень редкий, самый редкий, наверное, один из самых редких на планете. Он никогда не был нам нужен до тех пор, пока не появились современные технологии, которые вдруг сказали нам, он требуется. И именно вулкан Кучерявый на южных Курилах, на эту рубль и сказал, вот, пожалуйста, у меня его много. И на всякий случай он у меня хранится». По мнению учёных, знания о вулканах помогают человечеству понять, как жить на Земле в следующие столетия и тысячелетия. Вулканы Камчатки входят в Тихоокеанское огненное кольцо. В 1996 году 300 потухших и 30 действующих вулканов полуострова были занесены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Виноградники Тоскана не только дают сырьё для производства знаменитых сортов вин. Их закрученные усики также вдохновляют учёных. Недавно исследователи из Центра микробиоробототехники Блиспиза разработали устройство, которое подражает движениям ползучих растений. Робот сделан из термопластика. «Мы изобрели первого робота в виде усика, который использует принцип осмоса – способности растения, а точнее их клеток, изменять объём воды внутри в зависимости от концентрации ионов. То есть вода прибывает из зоны с низкой концентрацией ионов в зону с высокой. Мы использовали подобный поток воды, чтобы создать движение». Именно благодаря осмосу растения могут двигаться и расти в определённом направлении, постоянно адаптируясь к среде. Робот действует по тому же принципу. Кроме того, он может двигаться в обратном направлении. «Усик, который обычно размером в несколько миллиметров, может совершать два оборота за 30 минут. Наш мягкий робот двигается так же. У него на вращение уходит столько же времени». Команда надеется, что в будущем их открытие позволит создавать разные устройства. Например, носимую адаптивную ортопедическую поддержку. В 2015 году эти учёные уже разработали другого робота, которого назвали «Плантуэт». Он повторяет движение растения, когда оно пытается получить питательные вещества или избежать опасности. Такого робота можно использовать, чтобы определять качество воздуха или фиксировать нежелательные химикаты на полях. Он оборудован датчиками, которые следят за освещением, влажностью, температурой и количеством питательных элементов. Эту ферму по выращиванию спаржи ещё в 1925 году основал прадедушка нынешнего владельца – Криса Чина. Однако спустя почти сто лет предприятие оказалось под угрозой разорения. Здесь не хватает сезонных рабочих. «Сезонный труд критически важен. Переоценить его просто невозможно. Можно видеть, что здесь на грядках всё собирают вручную, а потом сортируют и упаковывают». Британскую спаржу шеф-повара называют одной из лучших в мире. Но её некому собирать, поскольку из-за Брексита сезонные рабочие не спешат на Туманный Альбион. Вместо этого едут в Германию и Нидерланды. «Из-за Брексита многие рабочие не уверены, стоит ли им приезжать на работу в Великобританию. Они не знают, будут ли им здесь рады, как долго они смогут оставаться, как они смогут путешествовать и какое будущее их здесь ожидает». Владелец фермы говорит, что в январе он подал заявку на рабочих для высадки спаржи. Однако пятая часть из них не приехала. «Около 20% работников, которые приняли заявки, не приехали. Это много. Если так будет продолжаться весь сезон, то у нас начнутся проблемы». Крис призывает правительство разработать упрощённую визовую схему. «Если говорить о выращивании спаржи, мы находимся в такой ситуации, когда нужно либо импортировать работников, либо импортировать спаржу». Нехватку сезонных рабочих ощущают не только фермеры, которые выращивают спаржу, но и вся сельскохозяйственная отрасль. Каждый год ей необходима помощь около 80 тысяч работников из ЕС. Последние два сезона в Великобритании не хватало около 10 тысяч рабочих. В результате фермы были вынуждены поднять зарплаты и бонусы. Они также предлагают бесплатное проживание и даже обещают покрыть стоимость авиаперелёта. Правительство уже начало пилотную программу, согласно которой Великобритания примет 2500 рабочих из России, Украины и Молдовы.